Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний видеообзор будет посвящен системе удар. Устройство дозированного аэрозольного распыления. Производитель Кировский завод Маяк. Это что-то среднее между газовым пистолетом и газовым баллончиком. Он пятизарядный. Используются БАМы. Это баллончики аэрозольные малогабаритные. Есть прицельная мушка. Эффективное расстояние стрельбы, я думаю, меньше заявленных 3 метров. Где-то 2-2,5 метра. У данной модели, это одна из первых моделей, нету спускового крючка. Есть спусковая скоба. В заднем положении она упирается в выступ. Это и есть предохранитель. Чтобы ввести в боевое положение, он нужно выдвинуть вперед. Есть храповик. При нажатии этой утопленной кнопки вниз, мы сможем БАМы экстрагировать. Но нужно ладонью их улавливать, чтобы они не разлетелись. Вот мы их изъяли. Чтобы произвести выстрел, нужно выставить спусковой рычаг в боевое положение. Вперед. Затем нажать его до упора. Сейчас я вам попытаюсь показать. Вот здесь есть боек. Не знаю, насколько вам будет видно. Он срабатывает при опущении рычага в нижнее крайнее положение. Но, как предупреждают специалисты, чтобы не было проблем с эстрагированием заряда БАМа, нужно, нажав вниз, отпустить его резко вверх. То есть не надо его плавно выводить вверх, иначе произойдет заедание, утыкание, или как хотите это можете назвать. В принципе, споры идут очень большие об эффективности этого устройства самозащиты. Но я считаю, что любое устройство, которое может повысить ваши шансы против преступников, против тех, кто с преступным умыслом хочет на вас напасть, это, в принципе, лучше, чем ничего. Тем более, что все-таки здесь пять... Это пятизарядное устройство. То есть у вас есть пять шансов отбиться. Ну, естественно, если вы используете ее против толпы, или это использует женщина, то лучше, конечно, спасаться бегсом. То есть применив его, вы как бы даете себе время уйти от преступников. То есть не нужно геройствовать и играть в ковбоя. Нужно по возможности поразить в лицо. Стреляет он струей. Внутри баек, который вот здесь срабатывает при нажатии на спусковую скобу, бьет в капсюль. Внутри срабатывает что-то подобие поршня и выдавливает под большим давлением струю наружу. Но вы знаете, все-таки разница с газовым пистолетом есть. В газовом пистолете больше получается облако, потому что я имел газовый пистолет и не раз из него стрелял. А вот здесь все-таки струя. И многие считают, что струя эффективнее. Где-то с полтора-двух метров вот такое пятно. То есть поражение идет в цель. Если попасть в глаза, это намного эффективнее, чем из газового пистолета. Потому что там все-таки распыление газа идет более сильно. Ну, зато там человек вдыхает. А здесь все-таки струя. Это, конечно, отличие. Поэтому всем я рекомендую, если человек не хочет заморачиваться со сбором справок для получения разрешения на газовое оружие. Там, ну, я точно не помню, может быть где-то 7 справок тех или иных нужно собрать. То можно купить вот такую систему удар, которая продается без разрешения. Но, конечно, сильно компактной ее не назовешь. Носить, скорее всего, придется в сумке мужчинам в портфеле или в дипломате. Потому что, ну, летом носить его вообще проблема. То есть, конечно, трудно носить такое достаточно большое устройство скрытно. Вот. Но во всем остальном это устройство мне нравится. И те критики в видеообзорах, в интернете я посмотрю, которые предъявляют слишком большие требования к этому устройству, не правы. Все-таки это пластмасс. Обращаться с ним надо аккуратно. Пистолет, который у меня был, например, он был, конечно, металлический. И когда я его уронил, то там некоторые запчасти погнулись, но все равно стрелял. А пластмассовые устройства, они, конечно, намного более хрупкие. И с ними нужно обращаться более аккуратно. Ну и, в принципе, конечно, беречь от детей. Прятать. Ну, я думаю, что вот не зря требуют владельцам газовых пистолетов иметь там небольшой сев. Я думаю, что тоже нужно прятать устройство под замок. Чтобы в руки детям он ни в коем случае не попал. А взрослым, которые хотят себя хоть как-то обезопасить от нападения, я рекомендую приобрести такую систему. В принципе, вы знаете, он мне нравится. Несмотря на то, что ручка у него достаточно широкая, а ладонь у меня, мягко говоря, средняя, небольшая. Я не могу сказать, что его неудобно держать. В принципе, есть какая-то основательность, когда его держишь. И, в принципе, прицелиться можно. Но в экстремальной ситуации его, конечно, надо приготовить заранее. И, например, если человек идет в темном переулке, не надо его нести в дипломате. В сумке его нужно вытащить и нести в кармане наружной одежды. А когда ситуация назревает, его лучше вытащить вообще заранее. Потому что в экстремальной ситуации человеку будет очень тяжело, там будет дорога каждая секунда. Ну и все-таки я вам желаю, уважаемый зритель, чтобы вы в такие ситуации не попадали. И чтобы вам не пришлось в боевых условиях применять это устройство. Всего вам доброго. До следующих видеообзоров.